МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новые идеи белорусского бизнеса, шкловские дома во Франции, сельчане за работой и на праздники, аншлаг на Носферату и подъем по Фридриху Ницше. О событиях этих дней мы расскажем в программе «Днями». Я Андрей Скоробогатов. Здравствуйте. Всемирная неделя предпринимательства – ежегодное глобальное мероприятие. Его поддерживают более чем в 150 странах, в их числе и Беларусь. Цель – поиск новых идей для бизнеса. На Могилевщине неделю предпринимательства посвятили молодежным стартапам, женской деловой инициативе и кооперации малого и среднего бизнеса с большими промышленными предприятиями. Свести крупные предприятия, предпринимателей и науку – цель бизнес-форума в Могилеве. Ведь не зря говорят, что деловое сотрудничество рождается в общении, взаимопонимании и симпатии. «Мы надеемся определить дальнейшие направления и точки роста, где бы мы вместе могли делать общее дело и развивать бизнес в целом в Могилевской области, увеличивать производство продукции, увеличивать выручку и тем самым повышать заработную плату работников наших предприятий». «Мы видим, как наше предпринимательство, и только области, и республики все больше и больше вносит вклад в экономику области. И уже сейчас составляет более 30%. Вот давайте уберем этих предпринимателей. И при том государство не тратит на них каких-то огромных усилий. Оно просто создает условия для работы, для развития предпринимательства». Третий год подряд в Могилевской области наблюдается положительная динамика промышленного производства. За 9 месяцев этого года плюс 4%. В этом есть вклад и частных компаний. Их удельный вес в областных объемах увеличивается. Власти убеждают промышленный комплекс активнее сотрудничать с малым бизнесом. Это может дать экономический прирост. К примеру, в прошлом году промежуточный импорт, а это сырье, материалы и комплектующие, составил почти миллиард долларов. В этом году уже почти 800 миллионов долларов. Часть из этого промежуточного импорта могут произвести свои предприятия малого и среднего бизнеса. «То есть мы вот этим мероприятием стремимся к тому, чтобы расширить кооперационные связи, деловые связи малых предприятий, познакомить крупных предприятий с мелкими подрядчиками, дать возможность малому бизнесу получать больше контрактов с крупными предприятиями». Приглашают к более тесному сотрудничеству и Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей. Пока в поле зрения этого фонда попали всего несколько десятков бизнес-проектов из Могилевской области. Гораздо меньше, чем в других белорусских регионах, но их может стать больше. «Прежде всего наши программы рассчитаны на финансирование предпринимателя, который имеет идею, который имеет возможность для ее реализации. Ну и мы имеем возможность ему финансово помочь, по сути по льготным процентам получить средства на развитие своего бизнеса или на становление своего бизнеса, если это начинающий предприниматель. Но очень важно, что для нас является целью не просто дать деньги, а действительно, чтобы человек развивался». Развивался – это значит расширил свой бизнес, создал рабочие места, а для этого нужно искать новые идеи и новых партнеров. Поэтому главное на форуме – это контактно-кооперационная биржа. Переговоры B2B или один на один вели представители более двух десятков крупных предприятий Могилевщины. Идеи и предложения были даже у соседей из Смоленска. «Мы можем договориться о сырье и закупить его здесь, и можем договориться о продаже конечного продукта». «Есть ли у вас уже опыт общения с приграничной Могилевской областью, какие-то бизнес-контакты?» «Можно назвать, что это будет первый опыт работы с вашим государством, с представителями вашего государства. Надеюсь, что он будет плодотворным». Правительство Беларуси хочет превратить страну в одно из самых комфортных мест для ведения бизнеса. «Скажу так, что сегодня в Беларуси как раз таки и свод законов позволяет развивать правильно бизнес, как крупный, так средний, так и мелкий в предпринимательстве». Раскрытие предпринимательских талантов важно. Как говорят, дело частное, а польза всем. «Человек сам не знает, на что он способен. Но при создании определенных условий он может себя реализовать. Реализовать вот в чем угодно, в что ему нравится. Вот мне нравятся зеркала. Я очень люблю продукцию, которую мы выпускаем. Я люблю людей, с которыми приходится общаться. Мне нравится моя работа. И самый лучший отдых для меня – это моя работа. Когда она у меня лазится, получается. Ну, конечно, должны быть созданы условия. Но в нашей Могилевской области они супер». Всемирная неделя предпринимательства – возможность для бизнеса найти новых партнеров и новые идеи. И это не сразу, но принесет свой результат. Этими днями расширились бизнес-контакты Могилевщины зарубежьем. Делегация области во главе с председателем облсполкома Владимиром Демоневским побывала в Китае на шанхайской выставке импортных товаров и услуг. Крупнейшая в провинции Дианьсу компания сетевой торговли договорилась с Могилевым о поставках молочной продукции. «Бабушкина крынка» появится на китайских прилавках уже в будущем феврале. О зарубежных успехах еще одного предприятия – Шкловского домостроения – расскажет Илона Иванова. Филиал домостроения Шкловского завода газетной бумаги иностранцы посещают часто. Этими днями здесь принимали японцев, которые присматриваются к деревянным каркасным домам. Хотя сегодня главный партнер Шкловского предприятия – это французы. Во Франции обычно строят из камня и бетона, а вот со своим лесом у них проблемы. Уже мы четвертый год работаем с рынком Республики Франция в части каркасно-панельного домостроения. Уже подходит к завершению реализация третьей очереди строительства. В этом году мы уже приступили не только к поставке, а к услугам по шеф-монтажу. То есть мы полностью сопровождаем свои конструкции от изготовления, поставки и сборки на территории Французской Республики. Посольство Беларуси во Франции сообщило об инаугурации жилого квартала шкловских домов в городе Вильрю в Лотаринге. Кварталу дали имя Жанна Жилибера – французского биолога, ботаника и медика, который жил в 18-м начале 19-го века. И это знак уважения к самместной истории двух стран. Важно знать, что этот квартал от сегодняшнего дня носит имя славутого Жилибера. Жилибера, который народился в Лионе, в Франции, но работал в городе Гродно. Створил первую медицинскую академию. Спасибо, что появился первый в Сходной и Центральной Европе ботанический сад. Нам этот проект интересен, сказал мэр Вильрю, потому что белорусские дома соответствуют всем французским требованиям. Кроме того, он позволяет наладить сотрудничество с Белоруссией, которая приобретает все больший вес в Европе. В белорусском квартале Вильрю 71 дом. Это, по сути, аренное жилье. Его цена вполне приемлема для большинства французских семей. Домов будет еще больше. Компания «Лежи Бат» уже заключила на будущий год со шкловским домостроением контракты на поставку более полусотни домов. Цена больше миллиона долларов и загрузка на полгода всего каркасно-панельного производства. Также предприятие сегодня пытается завоевать место под солнцем на европейском рынке через Литву. Там активно покупают летние домики и гаражи, и не только литовцы. Много разных и Латвия, и Польша, и Эстония. И, как сегодня видим, это японцы, китайцы. Да, приезжают очень часто и показываем, как мы производим каркасные дома, клееный брус, спаганажную продукцию. Все, что мы производим, мы стараемся предложить нашим покупателям. Эти японцы уже были здесь с ознакомительной экскурсией и вернулись. Теперь речь идет о пробной партии. Их интересуют прежде всего дома из сосны. Таких не делают в Японии. С приятным запахом и полезные для здоровья. В связи с застройкой курортной зоны на острове Окинава. Пока проблемный вопрос – транспортировка. 8 тысяч километров – это долго и дорого. Но если преимуществ больше, чем расходов, почему бы и нет? Шкловские дома энергоэффективные, надежно утепленные базальтовой ваты. Части дома складываются, как пазлы. Ну, во-первых, дерево теплое. В любом случае, дерево теплее. Особенно белорусское. Это раз. Во-вторых, по времени сборки, вообще возведения дома, сроки, ну, вообще минимальные. То есть в течение двух-трех месяцев можно заехать в дом, перед этим придя на поле, на голое поле, и через три месяца заехать в наш теплый, уютный дом. «Меня привлекают Беларусь и люди, и природа. В данном случае вошли», – сказал господин Тазаки. «И у вас не увлекаются генетически модифицированными производствами. Наша общая тема – здоровье и здоровый образ жизни, поэтому Беларусь и привлекает». Кстати, кроме деревянных домов, японских гостей интересуют лен и сыры, куда они хотят предложить добавить японскую соль. Но самое главное – это все же экологичное и комфортное жилье. За этим японцы и приехали в школу. Беларуси на этой неделе прозвучало, что предприниматели – люди большого таланта. Ведь каждый бизнесмен стремится вперед и вверх. Здесь на ум приходит сверхчеловек Фридриха Ницше. Немецкий философ придумал этот образ, чтобы обозначить могущественное существо, которое должно превзойти современного человека, как он сам превзошел обезьяну. Ницше жил и работал во второй половине XIX века. Сегодня его называют выдающимся мыслителем. Его труды разошлись по всему миру. А ведь при жизни они вызывали больше споров, чем восхищения. Может быть, поэтому Фридрих Ницше однажды дал совет. Когда хотите подняться вверх, полагайтесь на собственные ноги. День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отмечают этими днями в Беларуси. Как известно, деревня кормит город. Именно от работы аграриев зависит продовольственная безопасность страны. А если говорить просто, насколько сытно мы будем жить и как вкусно есть. Поэтому труд каждого сельчанина имеет значение. Этот звук для хозяйки дома вместо будильника. Но если даже Петя проспит, она проснется по привычке и сама разбудит свое хлопотное хозяйство. Зайчик мой, сейчас я покармлю мой котик. Это сегодня Ольга Ясенко – одна из лучших доярок. А 8 лет назад она жила и работала в Могилеве. Носила туфли на каблуках и любила танцевать. Из всех городских привычек осталась одна – танцы. В деревне без ритма не прожить. Четыре часа поднимаюсь, спять на дойку. Вторая дойка с 12 до 5. И еще третий раз надо сбегать с 7 вечера до 23.00. Из дома Ольга уходит первой. Двое детей школьников и супруг, которому на работу к 8 еще спят. До молочно-товарного комплекса, где работает женщина, полтора километра. Часто идти туда приходится пешком. Мне нравится в деревне. Но я же городская и не могу. Тяжело, но вот в резиновых сапогах. Туфли не могу надеть. Ну а что делать? Надо надевать. Так и иду на работу. В 5 утра я уже на работе. Сменить шпильки на резиновые сапоги Ольге пришлось из-за мужа, который и был инициатором переезда в деревню Грибаны Могилевского района. Работу супруги нашли в местном хозяйстве «Могилевский ленок». Освоить новое дело было непросто, но упорство и терпение привели к результату. В этом году Ольга Ясенко надоела за 9 месяцев почти 6 тонн молока и стала одной из лучших доярок Могилевской области. Сегодня у нас запуск. 56 голов на комплексе. Это коровы уходят в декретный отпуск, отдыхают. У меня на 20 минут. Раньше я пойду домой. Этот период на комплексе действительно особенный. Сегодня этих коров будут доить в этом году последний раз. Впереди у буренок не менее важный этап – отел. После на ферме начнется сезон большого молока. И опыт операторов машинного доения в успехе этого сезона будет играть не последнюю роль. «Лучший дояр – это ответственный дояр, который соблюдает все технологические процессы непосредственно, ну и, конечно, дисциплина непосредственно, потому что скорость не влияет на качество молока, а влияет именно на выполнение всех этапов для доения». За последние 15 лет в агроиндустрии произошла настоящая революция. От федер с молоком до геноинженерии деревня меняется гораздо быстрее и радикальнее, чем самый передовой город. И эти перемены невозможны без таких людей, как Ольга. Их труд – в каждой капле молока и в каждой крошке хлеба. Разговор о сельском хозяйстве мы продолжим в студии программы «Днями». Сегодня наш гость – председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облсполкома Валерий Семенов. Здравствуйте. Здравствуйте. С каким настроением подошли вы к профессиональному празднику «Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»? Праздник – это уже настроение. Для того он и праздник, как мы это понимаем. Тем не менее, если коротко коснуться, то в этот напряженный год мы достаточно хорошо поработали. Я считаю, что достигаем определенных успехов, и мы уже видим, что мы спокойно проведем эту зимовку. Основные вопросы закрываются по зимовке, поэтому настроение хорошее, и надеемся, что этот праздник мы встретим и проведем достойно. Погода в этом году подарила сельчанам сюрпризы, впрочем, как и всегда. А насколько современные технологии позволяют не зависеть от капризов Небесной канцелярии? Что касается этого года, в погодных условиях, то, наверное, это был один из самых интересных годов, которые в моей практике. Интересных? Интересных. Дело в чем? Дело в том, что я тоже в сельском хозяйстве поработал немножко и в руководящих должностях, и, по сути дела, начинал с механика носить гайки у кармана, как у нас говорят, но такой заслуги, которая нам подрезала, будем так говорить, урожай зерновых культур, еще я не видел, особенно в южных районах. И как вышли из положения, за счет чего? Да, поэтому мы экстренно приняли определенные меры. Надо сказать спасибо главе государства, что поддержал нам. Дали определенную поддержку в виде денежно-средств на минеральное удобрение топлива. Мы больше 60 тысяч пересеяли посевов, то есть однолетных культур, проса и прочее, для того, чтобы выйти на те показатели. Но вторая половина года, будем так сказать, все-таки пошла успешно. По-другому назвать нельзя. Мы сумели, благодаря той работе, которую провели, заготовить в полном объеме корма для животноводства. Поэтому так я и сказал, что это интересно, что на протяжении года все-таки, может быть, как это, что-то дается, что-то и отнимается. А в целом, то будем так говорить, что мы на сегодняшний день сбалансированы и будем с уверенностью смотрим в дальнейшую зимовку свою. В комбайнах и на фермах все больше появляется компьютеров. Привыкли уже работать джойстиками и доить компьютерами? Будем так говорить, что мы привыкли давно к джойстикам. Это уже для нас не новинка. Что касается доения, здесь надо сказать, что то массовое перевооружение, которое пошло быстренько на фермах, немножко было для нас неожиданно. Так мягко говоря, что многие предприятия были не готовы к этим доильным залам. Были не готовы. Мы где-то упустились с подготовкой кадров, поэтому немножко и, будем говорить, потеряли. Немножко потеряли молоко по некоторым предприятиям, которые оказались не готовы. Но, тем не менее, мы сегодня, я говорю, что все понимаем. И идет направленная работа на то, что все-таки эти фермы стали передовыми. И того качества европейского или уровня европейского, чтобы мы имели отдачу соответствующую. Какой вклад фермеров в общий каравай области? В целом около 10%. Даже за этот год мы проросли парадкой 10 фермеров. И средний надел фермеров, будем так говорить, 76, по-моему, гектар в области слаживается. Надо сказать, что фермерство уже не то, что начиналось. Сегодня уже фермеры имеют и животноводство. Сегодня, если мы с вами слышали при посещении Витебской области, президент открывал новое предприятие по выработке кожи, так вот, у нас около 6,5 тысяч овец имеются у фермеров, у подсобного хозяйства и у фермеров. То есть это вот то стимул дополнительный, который фермеры возьмут, я так думаю, себе на вооружение, и то, что мы получим дополнительное мясо. Очень много фермеров занимаются картофелем, очень много занимаются овощами фермеры, в основном вот эти вот направления. У нас есть Диана в Шкловском районе. Я скажу, что по производству картофеля нет равных. В свое время очень много говорилось о стирании граней между городом и деревней. Вы чувствуете, что сейчас эта грань стала тоньше? Надо сказать, она не сейчас стала. Когда была программа возрождения села, то действительно очень много сил и средств было вложено в наши городки. Жизнь на селе становится все прогрессивнее и все-таки приличнее. Ну, недалеко, сколько тут, три года назад у меня в деревне в Ивановском районе есть дом. Мы там тоже подвели газ. И я вам скажу, что я сейчас удовольствием на выходные еду лучше в деревню, чем в город. Поэтому это совершенно другие условия жизни. Что пожелаете сельчанам в их профессиональный праздник? Ну, безусловно, что в праздник желают? Крепкого здоровья, крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов, радости, прежде всего, от работы получать. Достойнее работы нет, чем в сельском хозяйстве. Посадить зерно, получить росток и получить с этого дополнительное зерно. Это все видя своими глазами. Лучшей работы, чем хлебороб или серьезней работы, чем хлебороб, я, наверное, не вижу. То же самое у животноводствия. По сути дела, начать от оплодотворения животного и получить это теленка, потом с него вырастить опять животное, которое дает молока. Это жизненный цикл, то, что жизнь смотрим. Я всегда рад за наших аграр, я понимаю, какой это тяжелый труд. Всех, безусловно, поздравляю с праздником, с наступающим праздником. Чтобы, как говорят, на работу с удовольствием, а с работы с песней или как там. Я благодарю вас за интервью. Спасибо. Самый юный и самый опытный творческие коллективы Чериковского района – украшение областного праздника тружеников села. Юный коллектив мажореток и ансамбль народной песни «Ровесники» разделяют почти полвека жизни и творчества. А объединяет их, и это самое главное, радость от любимого дела. Так утверждает Кристина Каранкевич. Раз, два, три, четыре, пять, поворот. Синхронное движение, сложные схемы и обязательная улыбка. Этих маленьких девочек в парадной форме узнают многие. Юные чериковские мажоретки легко задают ритм и настроение зрителям. Выглядят они ярко и, что немаловажно, всегда на позитиве. А почему тебе нравится маршировать, быть мажореткой? Ну, потому что на площади выступаешь, тебя много кто знает, фамилия известна становится. Нравится. Угу. То есть вы хотите быть звездами, я так понимаю. Да. Конечно, девчонки кокетничают. Эффектное выступление – это только картинка, за которой часы тренировок. Не всегда простых. И скидку на учебу, и холодный ноябрь здесь никто не сделает. Хочешь быть звездой – работай. Ну, как же вы научились так ловко управляться вот с этими палочками волшебными? Ну, это надо много сил, стараний, долго заниматься. Выступить хорошо, улыбаться на сцене и не путать движения. Как же не запутать движения? Их столько много. Ну, можно дома повторять, приходить на репетиции, их не пропуская. А перед полным залом, перед большой аудиторией как выступаете? Ну, конечно, немножко страшновато, потому что если собьешься, будет как-то не по себе. Коллективу всего три года. В нем выступают девчонки 9-12 лет. И в их коллекции уже с десяток сложных номеров. Если детям нравится, дети ходят с удовольствием и работают столько, сколько нужно работаем. Бывает и по часу, и по полтора часа в день, бывает и еще больше. Поэтому старания, усердия, и этим берем. Творчество – это продолжение молодости, уверены самые опытные артисты Чериковского района, ансамбль «Ровесники». Средний возраст участниц 65 лет. В прошлом они бухгалтеры, ветврачи, работники культуры и почты. Но песни затягивают не хуже молодых. И так душевно про деревню, людей и жизнь. Кажется, лучше никто не споет. Творчество, оно вдохновляет. Вот, смотрите, у них не замечают они свои годы, не замечают они свой возраст. Песни учатся наизусть, а если человек учит, значит, он еще продолжает свою молодость. Так получилось, что когда пошли с работы, а остались одни. Поэтому нас это все объединило. Без песни жить не можем, ходим, общаемся с нами. Холодно, не холодно, нам тепло и весело. Главное, что весело. В женском коллективе один, но очень ценный мужчина. Руководитель и солист ровесников, профессиональный музыкант Владимир Колосов. Люблю петь, люблю. Это моя душа, понимаете, пение. Я не могу без песен жить. С приходом холодов работы на земле закончены. Этими днями Могилевскую область запорошил первый снег. Долгие уютные вечера – прекрасная возможность уделить время своему увлечению, чтобы петь и репетировать в удовольствие. Шедевр немецкого кино и современная музыка. Проект «Кинемо» добрался до Могилева. В рамках «Недель Германии» в Беларуси в Могилевском театре «Кукол» показали фильм на сферату «Симфония ужасов». Почти сто лет назад картину снял классик экспрессионизма Фридрих Вильгельм Мурнау. В Могилеве фильм сопровождала живая музыка, которую написала белорусский композитор Ольга Подгайская. И организаторов очень удивил и обрадовал полный зал. Причем всем желающим увидеть на сферату места не хватило. Рассвет над Висборгом. Солнечный свет сейчас убьет вампира на сферату. И в городе прекратится чума. Это хэппи-энд «Симфонии ужаса». Сюжет знаком зрителям по экранизациям Дракулы Брэма Стокера, но режиссер Фридрих Вильгельм Мурнау не стал покупать права на использование романа. Вместо этого он немного изменил имена главных героев и переначал сюжет. Но суть борьбы с мировым злом осталась. И теперь на сферату входит в сотню лучших фильмов мирового кинематографа. Ольга Подгайска, которая написала современный саундтрек к Носферату, играла на электронном органе вместе с музыкантами из Five Story Ensemble. Получился баланс новой музыки и старого фильма. Вообще не мое кино, оно вообще вдохновляет тем, что там мало говорят и больше действий, картинка сама предполагает какие-то тоже действия, и музыка сама рождается именно смотря на картинку. И какая картинка, она также перерождается в музыку. То есть это такое взаимодействие друг друга, кино и музыка. Для меня эта музыка более глубокое погружение в фильм, в его смысл. А в чем для вас смысл этого фильма? Смысл всего фильма в том, что любовь, она вечна. Это то, что остается после смерти. Носферату был снят после окончания Первой мировой войны, когда в Германии опасались прихода диктатуры, что, собственно, и случилось. Поэтому в фильме сплелись многие смыслы. Власть, страх, конечно, любовь и самопожертвование. Вообще-то фильм шедевр, конечно. Мурнал прекрасен. Он совершенно замечательный. Без всяких, вот что интересно, без таких затянутых сцен. Все очень компактно, все очень... Ну, хорошая работа и операторская, и режиссерская. То есть, ну, этот фильм шедевр, да, конечно, он очень хороший. Кстати, именно в этой картине одними из первых кино были использованы натурные съемки «Волнующиеся море». А потом фильм разобрали на цитаты. И то, что этот Носферату вызывает такой интерес, лишь доказывает новые технологии, и цветная пленка, и цифра, и все прочее, мало что решают в искусстве. А решает идея, мысль и, если хотите, гений творца. Мне нравится, потому что вообще режиссер Мурнал, один из моих любимых немецких режиссеров, с очень сложной судьбой, с очень интересной фильмами. Все фильмы разнообразные, и мелодрамы, и фильмы ужасов, как их сейчас принято называть, да. И он, наверное, начальник такого самого-самого современного кино, в буквальном смысле слова. Просто это было еще практически сто лет назад. Ноябрьский воскресный вечер в Могилевском театре «Кукол» оказался многолюден. Это очень интересно, что в Могилеве происходят какие-то новые события, новые открытия, и в теме искусства, поэтому это пропустить невозможно. Пришел за новыми ощущениями, потому что нам не довелось смотреть не мое кино, и мне кажется, атмосфера такого просмотра должна прочувствовать каждый, поэтому я здесь. Этот фильм показывают, как первый фильм немецкого экспрессионизма. Это было лучшее кино, оно вошло в историю, и в нем останется, и в ней останется в истории, в истории мирового кино. Показаносферат в Могилеве, как и в других областных центрах, прошел под эгидой недель Германии в Беларуси. Копию фильма представил немецкий институт, который занимается наследием Мурнау. Посольство Германии в Беларуси оплатило аренду, что сделало возможным бесплатные билеты для зрителей. Правда, мест в зале всем желающим действительно не хватило. Но Кинемо, проект, который объединяет немое кино и музыку современных композиторов, обещал вернуться в Могилев. И напоследок о неразгаданных тайнах. 12 ноября 1933 года, 85 лет назад, была сделана первая известная фотография лохнесского чудовища. Размытое изображение некой фигуры воскресило древнюю легенду о таинственном существе в Шотландском озере и привлекло в Лохнесс туристов. Всем хотелось увидеть мифического монстра, и если получится сфотографировать, и таких случаев было за прошедшие годы больше тысячи, даже в этом году, буквально пару месяцев назад, 12-летней девочке удалось снять новое видео, которое одни приняли на веру, а другие яростно отвергли как фальшивку. У нас в Беларуси есть свой герой. Это Лепельский цмок. Что это, можно узнать из передачи «За гранью», новый цикл, который сейчас идет на телеканале НТВ Беларуси. «За гранью» снимает наша телерадиокомпания, и там можно узнать о многих неразгаданных тайнах. Берегите себя. Программа «Днями». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова